Для артроскопии мы используем оптику 30 градусов. Это означает, что направление обзора находится под углом 30 градусов относительно тубуса эндоскопа. Поле обзора охватывает в целом 90 градусов. Благодаря этому поле зрения является продолжением оптической оси тубуса эндоскопа. К артроскопу подсоединяется световод для освещения внутрисуставного пространства. При этом световод всегда располагается в направлении, противоположном направлению обзора оптической системы. Если световод находится в положении 12 часов по циферблату, мы смотрим в направлении 6 часов. Если световод находится в положении 9 часов по циферблату, мы смотрим в направлении 3 часов. При артроскопии головка видеокамеры подсоединяется к эндоскопу для передачи внутрисуставного изображения на монитор. С помощью эндоскопа можно выполнить три базовых движения. Проведение вперед и отведение назад, поворот вверх и вниз, вращение эндоскопа. Сначала потренируемся в выполнении базовых движений на нашей артероскопической стойке. При установке световода из положения 12 часов в положение 9 часов мы смотрим в направлении 3 часов. При установке световода в положении 3 часов мы смотрим в направлении 9 часов. При этом головка камеры всегда остается неподвижной и не поворачивается относительно эндоскопа. При проведении оптической системы вперед обеспечивается возможность детального осмотра структуры. При отведении оптической системы назад – возможность лучшего обзора. Это существенно помогает при ориентации. При движении эндоскопа вверх и вниз мы можем осмотреть всю артероскопическую стойку. Вращение камеры вызывает поворот изображения на мониторе, несмотря на неподвижное положение эндоскопа. При достаточном обзоре здесь также можно ориентироваться по метке. Теперь покажем вращение камеры в узком пространстве. Поворот камеры приводит к полной потере ориентации. Мы больше не знаем, где мы находимся. Отведение эндоскопа назад не дает дополнительной информации. Здесь может помочь возвращение головки камеры в правильное положение. При вращении световода головка видеокамеры остается в неподвижном положении. В узком просвете световод должен располагаться параллельно просвету. При установке световода в положении 3 часов мы смотрим прямо в направлении 9 часов. В этом случае дистальный конец эндоскопа находится очень близко к левой границе, что препятствует обзору. Аналогичным образом дело обстоит при нахождении световода в положении 9 часов. При артроскопии эндоскоп вводится в просвет артроскопического тубуса и подсоединяется со щелчком. Аспирационные и ирригационные трубки подсоединяются к вращающимся кранам. Всю систему можно держать за камеру. Однако в результате этого при движении препятствием становится очень длинное плечо рычага. Движение плохо контролируется. При фиксации системы двумя пальцами в области крана и большим пальцем на световоде обеспечивается лучшая эффективность управления. Кроме того, с помощью указательного пальца можно контролировать отток. При нахождении в искусственном коленном суставе повороты головки камеры можно контролировать изображением на мониторе. Если дистальная часть эндоскопа находится очень близко к передней крестообразной связке, обзор недостаточный. Поворот камеры ведет к полной потере ориентации. В такой ситуации отводим эндоскоп назад и поворачиваем головку камеры при неподвижном положении световода до выравнивания изображения передней крестообразной связки на мониторе. Здесь поворачиваем эндоскоп в латеральный отдел сустава и на экране отображается наружный мениск. Световод находится в положении трех часов. При установке световода в положении шести часов мы смотрим прямо на хрящ латерального мышчилка бедра. Обзор отсутствует. При установке световода в положении двенадцати часов мы смотрим прямо на передний рог наружного мениска. В этом случае обзор также ограничен. Большую часть наружного мениска невозможно определить. Только при установке световода в положении трех часов обеспечивается хороший обзор всего наружного мениска и латерального отдела сустава. Покажем еще раз базовые движения. В результате поворота вниз дистального конца эндоскопа на мониторе отображается место прикрепления крестообразной связки. При повороте вверх отображается максимальная часть крестообразной связки. Место прикрепления отображается еще лучше, если световод находится в положении одного часа. Место прикрепления крестообразной связки к бедренной кости отображается лучше, если провести эндоскоп вперед, во впадину и одновременно установить световод в положении 5 часов.